Вика – особенная кошка. На ее долю выпало столько невзгод и тягот, что сложно себе представить. До того, как попасть в приют, она жила у психически нездорового человека, который подбирал животных с улиц, морил их голодом и выбрасывал из окна. Когда волонтеры узнали про эту историю, вместе с сотрудниками правоохранительных органов поспешили изымать кошек. Уведенное повергло их в шок, но в больший шок повергло состояние животных, которые там были. Всех смогли забрать, и у Вики на фоне стресса, на фоне неправильного питания начались проблемы со здоровьем, с пищеварительной системой. И это потребовало операции. К сожалению, с первого раза операции не помогли. И в итоге наша Вика перенесла их 7 или 8 штук. И вот только в Розамасской клинике последняя операция помогла. То есть все стало хорошо. После операции Вика долго сидела на специальном питании. За время в приюте были желающие ее забрать, но пожизненная диета всех отпугивала. Наконец нашлась пара, которая летом забрала Вику, а вместе с ней еще одного кота Чижика. Волонтеры доверились молодым людям. До этого они уже забирали у них кошку для своих родителей. Проходит месяц, и нам звонит эта пара и говорит о том, что у них непредвиденные обстоятельства, и они бы хотели всех трех животных вернуть. Мы говорим им, хорошо, да, возвращайте. Разные бывают ситуации. Мы всегда говорим, что если вдруг что-то случается, мы всегда готовы взять наших животных назад, чтобы они ни в коем случае не возвращались на улицу. Но в означенные сроки кошек не принесли. К волонтерам их хозяева больше не обращались. И вот на прошлой неделе в социальных сетях появилось объявление о кошке, живущей на улице. Волонтеры узнали в ней Вику. Оказалось, их подопечная уже месяц скитается по подвалам и ест, что попало. Несмотря на то, что мы все достаточно давно занимаемся животными, и нашему приюту скоро год, но вот такая людская безответственность, жестокость, она нас все равно до сих пор удивляет. Это мягко сказано, потому что мы действительно не понимаем, как можно было так поступить с животными, которых ты брал, и за которых ты обещал нести ответственность. Выяснилось, что молодые люди выкинули не только Вику. За дверью оказались и Чижик с первой кошкой. Где они сейчас, неизвестно. Хозяева не отвечают на звонки. Волонтер Мурдома просит горожан о помощи в поиске животных. По всем вопросам обращайтесь по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один.